У остановки стройка вечером вторника лишенный прав водитель устроил ДТП, в котором пострадали два человека. По данным полиции, в больницу доставили 33-летнюю хабаровчанку, которая ехала на переднем сидении в машине предполагаемого виновника аварии. В больнице задерживать пациентку не стали, у нее диагностировали только ушиб головы. Второй человек, которому оказывали помощь врачи, это невиновный шофер Галанта. 64-летний мужчина в стационар ехать не захотел, поскольку чувствовал себя вполне сносно. Этот участник событий попал в ДТП впервые в жизни и собирался лично отстаивать свою точку зрения. Владелец Митсубиши ехал по Краснореченской со стороны центра города в южном направлении. 57-летний оппонент на Хонде Фит двигался навстречу и пытался свернуть налево в Краснореченский переулок. Встречным он должен был уступить путь, на что водитель Галанты рассчитывал. Уже на 60 скорости я подъехал на светофор. Начал моргать, но мне-то можно проехать еще, потому что я на скорости, я не мог затормозить. То есть я даже до светофора не видел моргания. Начал проезжать, скорости не прибавлял. И он выезжает и сразу, ну я думал на середине, увидит меня на середине и остановится. И он не остановился, прет и все. А я куда уже, я уже по тормозам на светофоре. Водитель Фита сказал оппоненту нечто странное. Заявил, что в упор не заметил помеху, хоть никаких препятствий между машинами не было. И он говорит, а я тебя не видел. Я говорю, как ты, мол, не видел. Если я тебя видел, даже видел, что ты тронулся. Я перед светофором думал, тронулся, думал, ты только выехать хочешь. А ты поворачиваешь. И главное, резко так раз и повернул. У водителя Галанта с документами все оказалось в порядке, а вот невнимательный шофер Хонда оказался автомобилистом проблемным. Водительское удостоверение полицейским он предъявил, однако оно не давало ему права управлять машиной. Его он лишен на три года. За пьяное вождение и отказ от прохождения теста на трезвость. Кроме того, на ФИД не оказалось полиса ОСАГО. Нарушитель был трезв. В этом автоинспекторы убедились в первую очередь. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Михаил Шульгин.